Здравия всем, друзья! Вы смотрите на стельки и думаете, купить или не купить. Вот я их возьму. Что будет дальше? Правильные ортопедические стельки – это такие стельки, на которых вы сразу почувствуете разгрузку пальцев, словно они подвешены в воздухе. Почувствуете стабилизацию пяток, что отзывается в теле как лёгкость и снижение боли, если раньше она была. Вы ощущаете, как легко становится поясница. Спина может казаться прямее. А какие стельки правильные? Да вот такие, как на фото. Почему они такие? Потому что они совпадают по форме с нормальной стопой человека. С такой стопой, какой она должна быть на самом деле. У них есть три арки. Практически это полноценный свод. Потому что у них есть функция амортизации. Они пружинят примерно так, как должна пружинить стопа человека в здоровом состоянии. Потому что... Алло, скажете вы, о какой нормальной стопе вы говорите? У меня тут вальвус, шпора, гнездо из натоптышей. Вы чё? Спокойно. В том-то и дело, что вы встаёте на правильной стельке. И ваши стопы со временем становятся правильными. То есть нормальными. Примерно вот так. И что будет дальше? Допустим, вы встали на стельке и пошли. Первое, вы молодец. Потому что вы раньше знали, что нужно носить стельки. А теперь вы из человека многознающего выросли в человека, хоть что-то делающее для своего здоровья. Второе. Походив немного на стельках, у вас ваши знания спустя пару дней трансформируются в понимание, типа, ах, вот оно как на самом деле. И затем, это третье, ещё через 3-4 недели к вам придёт осознание, что очень важно. Так вот, как оказывается, возможно. А я-то и не думала, или не верила, или ещё чего-то там, не понимала. И вот, когда вы уже молодец, понимаете и осознаёте, тут может случиться настоящий ортопедический дзен. На вас не зайдёт откровение. Стельки – это ещё не решение. Стельки – это только начало пути. Ваш привычный размер стопы уменьшится. Привычный, то есть расплющенный и деформированный по ширине. 41-й, 40-й, 39-й или 38-й. Ботинок вдруг станет велик и широк, как валенок. Если раньше, лет 18, вы носили туфли, к примеру, 37-го размера, то чудо! Вы вернётесь в 37-й, выпрыгнув из своего 39-го. Это не чудо, это нормально. Мышцы тела обладают способностью как растягиваться, так и сжиматься. Хроническая гипотония создаёт деформации пальцев. Косточки – на пальце большого пальца. Распластанную стопу. А мышцы в тонусе держат нормальную геометрию голеностопа. Мы возвращаемся к норме. Когда стельки поднимут свод и стопа уменьшится, её нужно будет запаковать в обувь меньшего размера и затянуть шнурки. Да, нужно будет научиться носить шнурованные ботинки, сапоги, кроссовки. Шнурованная обувь выступит в роли фиксатора результата, полученного на стельках, плюс регулятора полноты и дополнительного развросчика пальцев, особенно если есть вальгус и хочется от него избавиться или хотя бы уменьшить. Это возможно, но только на обуви своего размера. С уровня стелек на уровень обуви. Здесь начинается вся работа по коррекции косточек, заваленных пяток, стабилизации голеностопа и правильного положения ног при ходьбе. Так что стельки – это только начало. Обувь – середина пути. А финал – это когда вы сможете достать из кладовки свои босоножки, которые вам давным-давно малы, и без стельек залезть с них и ничего не сломать себе после этого. Вот что должно быть, если вы станете на правильной стельке. Субтитры создавал DimaTorzok